Это было очень взрослое мероприятие в центре детского творчества. В комнатах всегда полных ребячьего смеха и веселой музыки. На этот раз звучали воспоминания, полные горечи, отчаяния и одновременно гордости за людей, переживших страшную главу истории нашей страны – блокаду Ленинграда. И сегодня очень приятно, что наш вроде бы провинциальный небольшой город Верхняя Салда может быть и так он достаточно славен многими традициями, он сегодня еще и славен тем, что в нашей Салде именно живут те люди, которыми мы гордимся. Сегодня в Верхней Салде проживает пять героев, переживших блокаду. Однако на мероприятие смогли прийти только трое – Лидия Александровна Коняева, Ольга Васильевна Бабанина и Валентина Егоровна Артемьева. Им были вручены медали за оборону Ленинграда. Ветераны не сдерживали слез во время видеопрезентации, посвященной героям России. Расстрогались все присутствующие. Расстрогался и глава Верхнесалдинского городского округа. Простите, действительно очень торжественный и волнительный момент, потому что я, честно говоря, знаю, что вам пришлось пережить, потому что у меня в семье тоже есть родственники, которые переживали это все. Ольга Бабанина – одна из тех, кто знает о блокаде не понаслышке. В те годы она была 14-летней девчонкой. Ей приходилось работать и даже ночевать на заводе. Жили мы прямо в цехах, на казарменном положении жили по три месяца, по очереди, не то что я одна. Сложно себе представить тяготы существования и голод того времени. Надбавка порции хлеба в магазине для блокадников становилась настоящим праздником. Однако, несмотря на все невзгоды, Ольга Васильевна вспоминает свою молодость в Ленинграде с теплотой. Не могу я без Ленинграда. Каждый год, вот последний раз я ездила, 82 года было, сейчас мне 87. 82 года было я последний раз. Вот манят меня туда, манят меня туда. Иду по знакомой улице, как молодежь, ну гуляли молодежь. В Таврический парк ходили, куда, вот сюда ходили, вот здесь, вот здесь. Это все напоминает, все, молодость вспоминается. Есть раны твои, но далекому мужеству верность храня. Ты стоишь и молчишь у святого огня. Ты же выжил, солдат, хоть сто раз убирал, Хоть друзей хранил, и хоть насмерть стоял. Почему же ты замер на сердце ладонь, А в глазах, как в ручьях, отразился огонь?